В то время, когда, переселившись из столицы в имение Онегин, скучал там, в соседнюю деревню приехал Ленский. Это был человек иного душевного склада, чем Евгений, воспитанник немецкой идеалистической философии, поэт, душа которого была воспламенена огнем Шиллера и Гёте. В глушь русской провинции он привез вольнолюбивые мечты, дух пылкий и довольно странный, всегда восторженную речь и кудри черные до плеч. Ленский имел светлое сердце, был полон веры в искренность дружбы и чистоту любви. В своих поэтических опытах Ленский воспевал только незапятнанные, возвышенные чувства. И нравственный облик его, и мотивы его творчества напоминают Жуковского. Он пел разлуку и печаль, и нечто, и туманну даль, и романтические розы. Он пел те дальние страны, где долго в лона тишины лились его живые слезы. Он пел по блеклой жизни свет, без малого восьмнадцать лет. Ленский сошелся с Онегиным, хотя они были совсем не похожи друг на друга. Волна и камень, лед и пламень. Но они понимали друг друга. Онегина трогала наивная чистота юноши Ленского, и он щадил его восторженную веру. Ленский ввел друга в семью Ларинах. Он с детства был влюблен в их младшую дочь, Ольгу. Он воспевал ее в стихах. Однако Евгений обратил больше внимания не на Ольгу, а на ее старшую сестру Татьяну, которая тоже увлеклась Онегином. Присыщенный дамскими романами Евгений отверг любовь, которую Татьяна выразила к нему в знаменитом поэтическом письме. Он перестал бывать у Ларинах и уединился у себя в деревне. Но однажды Ленский уговорил его приехать к Лариным на именина Татьяны. Татьяна очень взволновалась, когда увидела Евгения. Онегину это было неприятно. Он решил подразнить зазвавшего его в гости Ленского и стал ухаживать за Ольгой. Впечатлительный Ленский увидел в этом коварство Онегина и вызвал его на дуэль. Секундантом Ленский выбрал Зарецкого, старого бритёра. Вызов стал неожиданностью для Онегина. Он сознавал, что неправ перед Ленским, но имел слабость бояться того, что, если он отклонит дуэль, соседи сочтут его трусом. Дуэль состоялась, и Ленский был убит. Онегин, мучимый совестью, оставил деревню и пустился странствовать без цели, нигде не находя себе места.